Мощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания, зависит не только от количества и объема цилиндров, но и от степени наполнения этого объема воздухом. Воздух может поступать в двигатель под действием атмосферного давления за счет разрежения, создаваемого при движении поршня, а может подаваться с помощью специального нагнетателя, компрессора. В этом случае говорят, что воздух наддувается в двигатель. Если воздух предварительно сжат компрессором, то скорость реакции горения увеличивается, а в цилиндре будет находиться больше окислителя, кислорода, что позволит сжечь больше топлива и развить большую мощность. Наибольшее распространение в системах наддува ДВС получили центробежные компрессоры, но также применяются и роторные машины. Воздух в центробежном компрессоре сжимается и нагнетается с помощью рабочего колеса, закрепленного на валу. Проточная часть корпуса содержит спиральный отвод, который придает центробежным машинам характерную улеткообразную форму. При вращении вала лопатки воздействуют на частицы воздуха, передавая им энергию и разгоняя их. Под действием центробежной силы частицы воздуха отбрасываются к периметру колеса в спиральный отвод, откуда сжатый воздух поступает к выходному по трубку компрессора, а затем направляется к двигателю. Получается, чтобы нагнетать воздух в полость цилиндра, нужно вращать вал компрессора. Сделать это можно разными способами. Можно установить на валу двигателя шкив и с помощью ремня передать вращение на другой шкив, установленный на валу компрессора. Такую схему называют наддувом с приводным нагнетателем, а на автомобилях с таким способом наддува можно увидеть надпись «Компрессор». В схеме с приводным нагнетателем часть мощности двигателя отбирается для того, чтобы вращать вал компрессора. Выигрыш от такой схемы не всегда значителен, а затраты на установку компрессора могут быть велики. Другой способ вращения вала компрессора основан на использовании остаточной энергии потока выхлопных газов. Эта энергия преобразуется во вращении вала в турбине. Если в компрессоре вращение колеса заставляет двигаться газ, то в турбине, наоборот, движущийся газ заставляет вращаться колесо. В выхлопной системе двигателя можно установить турбинное колесо таким образом, что движущиеся частицы газа будут воздействовать на лопатки колеса. В результате этого воздействия колесо будет вращаться. Соединив турбинное колесо с компрессором, получим систему турбонаддува. Рабочее колесо компрессора в этом случае будет приводиться во вращение турбиной. Рассмотрим работу двигателя с турбонаддувом. Цилиндр заполняется смесью топлива и воздуха. При заданной степени сжатия смесь воспламеняется, расширяется и заставляет поршень двигаться вниз, вращая коленвал. Выхлопные газы вытесняются поршнем из цилиндра и движутся к турбине. Частицы газа воздействуют на лопатки турбинного колеса, заставляя его вращаться. Турбинное и компрессорное колеса установлены на одном валу. При вращении турбинного колеса вращается и компрессорное, нагнетая воздух в цилиндры двигателя. Выхлопные газы, поступающие к турбине, имеют очень высокую температуру. Она может достигать 500 градусов и выше. Поэтому система турбонаддува должна выдерживать длительную работу при высоких температурах на больших частотах вращения. Не стоит считать прирост мощности в результате работы турбонаддува получением энергии без затрат. Установка турбонаддува увеличивает сопротивление выхлопной линии. Значит, часть энергии будет затрачиваться на преодоление этого сопротивления. Изготовление и эксплуатация турбонаддува требуют затрат. Поэтому установка системы наддува не всегда целесообразна. Турбонаддув эффективен на дизельных двигателях высокой мощности, которые устанавливают на грузовики, локомотивы, спецтехнику. С развитием технологий и удешевлением производства турбонаддув стал применяться и на двигателях легковых автомобилей. Продолжение следует...